Итак, дорогие друзья, сегодня мы приступаем к изучению нового качества, которое есть, по мнению автора этой книги, у каждого человека. И качество это очень-очень нехорошее. Про это качество сказали мудрецы в Перте, что оно прям человека выселяет с этого мира, уводит с этого мира. Что это за качество, как вы думаете? Это качество врата зависти. Значит, пишет автор этой книги, что зависть это ветвь гнева. То есть зависть это такая, как разветвление качества гнев, и никто не избежал ее. Ни человека, который бы ее избежал. И мы видим, что люди тянутся друг за другом, подражают друг другу, и видя, что другой приобрел нечто, еду или одежду, или новый дом, или деньги, человек старается добыть такое же. Потому что он думает, у него это есть, так и у меня будет такое же. И об этом сказал царь Салмон в Экклезиасте, 4 глава, 4 отрывок. Легко запомнить, 4 глава, 4 отрывок. И видел я, что всякий труд и всякое умение в работе от взаимной деятельности. От взаимной зависти, написано в Экклезиасте. Кина Ишмиреу. Есть такое в Талмуде выражение, что «Коль уман, каждый мастер, соне эт бен умануто». Он, соне, ненавидит, каждый мастер ненавидит другого мастера. Есть зависть у мастеров, друг другу есть зависть. Я помню, в сборной СССР у нас была такая поговорка «Нет больше радости, чем неудача товарища». Очень завидовали все друг другу, потому что если у кого-то получается, у тебя хуже получается, то и даже если у тебя лучше получается, а у кого-то тоже получается, ты тоже думаешь. То есть это качество, оно есть у человека прям с рождения. А зачем сегодняшнее это качество дал человеку? Для чего? И в принципе, если посмотреть на развитие детей, то это качество, оно в принципе человеку очень помогает развиваться в детстве, в раннем детстве. То есть человек смотрит, что делают другие, и делает то же самое. Он тянется за его игрушками, он хочет забрать маленький ребенок, он не понимает, где мое, где не мое. Для него, как бы, пока ему не объяснят вот эти границы, что эта игрушка не твоя, это другого мальчика, то он хочет все игрушки забрать себе. Дальше он смотрит, кто-то побежал, он тоже побежал, кто-то пошел, он тоже пошел. То есть это качество, которое прошито в человека для развития. Теперь, ну что, каким оно приводит к результатам? Приводит к плохим результатам, давайте почитаем дальше. Тот, в ком это качество преобладает, достоин порицания, потому что зависть приводит к возжеланию чужого. То есть следующий этап за завистью этого желать чужого. И к чему он может прийти? На скрижалях, 10, вот как раз в шавот мы читали 10 заповедей. Десятая заповедь звучит так. Не возжелай жены ближнего своего, там, жены, дом ближнего твоего, осла. В общем, заканчивается эта заповедь, что и ничего, что у ближнего твоего. Получается как? Если человек видит, он хочет. Если он хочет, он желает. Если он видит и завидует, ему нравится то, что есть у другого, значит, он вожелает по-любому. И нарушит, получается, всю Тору. Теперь пишет здесь он так, что если человек не обращает внимания на то, что есть у других, он не желает чужого. Ну, как же сейчас не обращать там внимания, если мы сидим в соцсетях? И конкретно в соцсети каждый показывает, смотрите, как мне классно. И очень тяжело в этом случае не возжелать. Поэтому соцсети, это конкретно вот это вот инструмент возжелания чужого, инструмент пробуждения зависти. И, конечно, тяжело от этого воздержаться. Дальше он приводит тут интересную историю. Он говорит, я вам сейчас покажу, как работает. Тот, в ком преобладает желание чужого, близок к тому, чтобы приступить все десять заповедей. Был такой случай. Эта книга тысячу лет назад написана. Значит, был у одного человека сосед-злодей. И злодей этот желал жену своего соседа и кое-чего из его имущества. То есть, раньше же в древности имущество это было совсем, все же было ручной труд. Не было, как сейчас, вот эти все там ручки, десять ручек. Почему? Их делает конвейер, компьютер. Компьютер и все это. Значит, раньше, чтобы такую ручку сделать, нужно было все выточить, каждую деталь выточить вручную. И чтобы сделать любую вещь ручным трудом, уходило очень много времени. Поэтому у людей было очень мало вещей. И они прям друг другу очень завидовали. И вот сосед этот смотрит, жена ему понравилась, соседа. Это не шутки. Сейчас я видел где-то в новостях. Значит, видел я в новостях, что один там он был преследовал жену другого и убил мужа. Это до сих пор такое есть. Тысячу лет назад он написывает эту историю. Однажды, в канун субботы, сосед говорит своей жене. Я хочу поехать по торговым делам. Тот злодей этот услышал разговор. Ночью сломал стену, разделявшую их дома. И нарушил заповедь «Помни субботу и храни субботу». Нарушил субботу. Дальше. Пробрался в чужой дом и изнасиловал жену соседа, которую желал. Нарушил заповедь «Непрелюбодействуй». Потом он стал грабить имущество, забирать себе имущество, которое хотел. Женщина закричала. И он убил ее. И нарушил заповедь «Не убивай». Когда ограбил и украл то, что желал, он приступил к заповеди «Не кради, не возжелай чужого». Наутро отец и мать стали украть злодея, и он восстал на них и избил их. И тем нарушил заповедь «Почитай отца своего и мать свою». Его привели в суд. И он свидетельствовал вместе со своими друзьями, что вещи, взятые им, это его вещи. Это залог, который он когда-то, который заложил у него муж этой женщины. А он, когда услышал шум и побежал на шум, то увидел, что разбойники сломали стену, убили женщину. Значит, они убежали, а он увидел свое имущество. А он увидел то имущество, пошел забрал его, в общем. И получается, что он еще и нарушил заповедь «Не лжесвидетельствуй» из десяти заповедей. Походил он всюду, клялся, что он ни в чем не виновен. И этим самым он нарушил заповедь «Не произноси имя Бога впустую». Да? Тоже на скрижалях написано. И когда злодействие его раскрылось, преступление стало известно. Он стал идолопоклонником, вероотступником и приступил заповедь «Я Господь Бог твой». Стал он идолопоклонником и начал он служить идолом, чтобы приступил заповедь «Не будет у тебя идолом». Таким образом, возжелавший чужое близок к тому, чтобы нарушить весь закон. Представляете? То есть, это очень страшная вещь. Теперь спрашивают, вот был вопрос, у всех ли есть эта зависть. Значит, по умолчанию есть у всех. То есть, как у человека есть внутри, по умолчанию. Ему хочется кушать, ему хочется пить, ему хочется дышать, ему хочется размножаться. То также человеку хочется по умолчанию то, что ему нравится забрать себе. То есть, ему хочется все, что есть вокруг. Глаза видят, сердце хочет, руки, ноги делают. Теперь по умолчанию эта заповедь включена у всех. Не заповедь, а это качество включено у всех. Теперь, ну, дальше сам решает. Человек хочет, например, в туалет. Он решает, или ему сразу снять штаны и идти в туалет, или он добежит до туалета, и все-таки какое-то время он сможет сдерживать свое абсолютно естественное побуждение сходить в туалет. То же самое здесь. Человек хочет размножаться, значит, он хочет размножаться. Один женится и размножается с женой. Второй, значит, он не нашел жену, значит, смотрит сосед, пошел, размножается с соседом. Пытается, типа, как будто бы размножается с соседом, да? Если, а нельзя же с соседом, ну, слушай, хочется. Вот есть даже, значит, и все ходят с книжкой «Хочу и буду». У них даже появилось теперь, кто-то изучает путь праведных, а кто-то «Хочу и буду». У них появилось даже, значит, как сказать, обоснование, да? Сидит такой человек вот с таким животом, потому что он хочет и кушает, да? И с вот такой вот звездой почему-то Давида, которая как раз и говорит обратное, не возжелая, она говорит, вообще не хоти. Но если ты уже хочешь запрещенное, то не делай. А он сидит и с такой же звездой говорит «Не, хочу и буду». Хочешь – делай, значит. Хочешь кушать – кушай. Хочешь в туалет – иди, значит. Хочешь в соседку – бери. Это неправильно. Теперь, значит, говорил царь Соломон в притчах царя Соломона в 23 главе 17 отрывок. Он говорил так. «Не завидуй грешникам, но всегда завидуй тем, кто страшится Всевышнего». О! Если у меня есть эта запись, вопрос, кому завидовать, да, вот Максим правильно сказал. Значит, перенаправить зависть, завидовать, например, добрым качеством. Вот Максим правильно говорит, что завидуй тем, кто страшится Всевышнего. Теперь человек смотрит вокруг и видит, когда, значит, приезжали, например, к аборигенам, да, приезжали испанцы в это самое, ну, к Южную Америку. И они, значит, меняли на какие-то бусы, на какие-то стекляшки могли поменять золото. То есть аборигены не понимают цену золота, цену стекляшек. Им кажется, что стекляшка, там, пластиковая вилка какая-нибудь, да, одноразовая, она может быть в их глазах ценнее, чем золото, которое у них много. То есть у людей могут быть сбитые координаты. И вот он смотрит злодеи, да, смотрит он злодеи, значит, они там гуляют, пьют там все. И он думает, блин, вот это вот, да, вот это жизнь, да, украл, выпил в тюрьму, там, наркотики, вот эти все, да, как, помните, был фильм «Такое лицо со шрамом». И он такой приехал из Кубы, он был бедный такой, смотрит вот эти мафиози, и он такой, все, я тоже буду мафиози. Стал мафиози, там, стал главным мафиози, сидит прямо вот так вот, гора кокаина, он прям головой туда в этот кокаин, и все. И в итоге, чем все закончилось? Его расстреляли, расстреляли его, и Павла Эскобара в 42 года расстреляли, и всех вот этих вот, которые завидуют злодеям, в итоге они все очень-очень плохо заканчивают. Теперь, говорит нам дальше, автор этой книги, те, которые завидуют вот этим вот злодеям, и смотрят на их какие-то там всю минутные удовольствия, и говорят они, вот эти поступают так же, и они богаты, будем ли мы так поступать? Что с ними случится, то с нами и будет. Значит, все это из-за зависти. От того, что человек завидует злодеям, желая их богатства и покоя, он может идти по их неправильному пути. Значит, праведники не завидуют злодеям, не желают ни их имущества, ни их покоя, ибо считают, что богатство злодеев сберегается не к добру, а к злу, а из-за своего покоя они потеряют великое благо, уготованное для праведников. Да? Значит, как думает праведник? Как думает праведник, да? Он думает так. Всевышний, он знает кому, что, когда и где давать. То есть, Всевышний, он не ошибается. Теперь, лично я, вот это очень такая сейчас тема, прямо ее видно у всех, у всех, кто проходит сейчас, вот есть у меня сейчас 10 шагов к счастью, и там первый шаг – благодарность. Мы когда-то учили 120 уроков по благодарности, и вот как раз я тогда понял силу благодарности. Ведь человек же не видит, нет реальности, есть, ну вот ты смотришь, вот какая-то там тара, да, тара назовем это, стакан это, ну не знаю, вот стакан можно назвать, можно назвать тара, можно назвать бумажный предмет, можно назвать красивая штука, на ней написано, кстати, знаете, на сердце написано, на иврите «от слоха» – «успех». Значит, и дальше, на что здесь обратить внимание, на черную полосочку, на белую полосочку, на красную полосочку, на надпись, на… это уже выбор, все это выбор. Теперь, если человек, он выбирает быть благодарным, то он обращает внимание на то, что ему нравится, и благодарит Всевышнего. То есть, ему, он не может думать одновременно две мысли. Невозможно думать и, что мне нравится, то есть, я могу потом думать, что мне не нравится, но в одном, в одном моменте я могу думать одну мысль. Теперь человек, который не завидует, он говорит, Всевышний мне дал то, что дал, и дал мне возможности, и дал мне, чего я буду думать про других. Вот, есть очень классно, мы читали уже эту книгу про Раби Нахман из Бреслова, у него была сказка про умника и про простака. И там был умник, который все время ему все не нравилось, все было недостаточно хорошо для него, и все было, он все время был недоволен. А про стак этот, он был вообще прям довольный, ему нравилось. И он сделал такой башмак и говорит, смотрите, какой башмак я сделал. Жене говорит, башмак это просто, говорит, вообще пряник, а не башмак. А жена говорит, ну слушай, какой у тебя башмак пряник, он у тебя вообще треугольный какой-то кривой башмак. Он говорит, не, говорит, это башмак-пряник. Просто, говорит, супер башмак. Мне очень нравится. Жена говорит, а почему тогда другие, значит, делают башмаки, продают его там за золотой, а ты свой башмак продаешь там за обменную монету? Он говорит, а какая мне разница, что у других? Говорит, у них свои дела, у меня свои дела. Я башмак продал, смотрит на свой башмак, говорит, и довольный. Чего мне смотреть, что у других? И он, значит, Робин Ахман рассказывает эту историю, в общем, по итогам. Тот, который был умник, он прожил совершенно несчастливую жизнь. Все ему не нравилось, все ему не подходило, все было для него недостаточно хорошо. А тот, кто был простак, он был все время счастлив. Все ему было хорошо, все ему нравилось, он себя ни с тем не сравнивал и жил полностью счастливой жизнью. Теперь дальше говорит нам царь Саламон, что зависть это как болезнь, и она приводит к чахотке. Обратите внимание, значит, вот эти все коронавирусы и всякие другие чихания, они как раз, может быть, это от зависти. Сказал мудрец своему сыну, остерегайся зависти, ибо видна она на тебе. Лицо твое меняется из-за огорчения сердца твоего. А вот кому ты завидуешь, радуется... А тот, кому ты завидуешь, радуется твоему огорчению. Зачем же тебе радовать своего врага, который этим мстит тебе? Ну, тоже такая интересная ракурс, да, что если человек, он завидует кому-то, да... Вот я, например, думаю, что всем... Ну, вот возьмем кого-нибудь, кто там самый знаменитый, да, самый знаменитый человек года, Владимир Зеленский. Вот я ему вообще не завидую. Вообще, мне так его жалко, если честно. Мне просто реально его жалко, потому что такая ответственность, которая на нем. Не ест, не спит, его хотят убить, много людей его ненавидят. То есть, ну, как можно ему позавидовать? А он самый влиятельный человек года. Так все политики ему завидуют. Типа, он крутой, самый влиятельный человек в мире, там, по журналу Таймс. Возьмем Трампа. Ну, как можно ему позавидовать Трампу, да? Человек, который все время суды, против него там все выступают. Тут у него суд, его пола мерить и ненавидит, пол мира его ненавидит. Его хотят посадить в тюрьму. Ну, как можно позавидовать человеку, которого конкретно сейчас судят и хотят посадить в тюрьму? Как можно завидовать такому человеку? И он борется за то, чтобы, с одной стороны, доказать, что он не сядет в тюрьму. От страха он должен стать президентом США, потому что, если он не станет президентом США, его посадят. Но пока ему посадят, пока он туда, туда он пока идет, на президента, да, у него как раз и есть настоящая война. Кому, кого еще можно позавидовать, да? Вот кому можно еще позавидовать? Там, я не знаю, кому, назовите, кому позавидовать? Некому завидовать, всех жалко. То есть, все, можно, опять же, можно смотреть, с какого ракурса ты посмотришь. С другой стороны, можно посмотреть на того же Трампа. Вот он крутой вообще, да, миллиардер. Он, значит, вообще у него, там, я не знаю, миллионы, он что не сделает? Миллионы подписчиков, миллионы, там, его любят. Миллионы прямо, они, то есть, можно по-разному посмотреть. Если я посмотрю с ракурса, какой Трамп крутой, то тогда я думаю, блин, вообще Трамп крутой, а я вообще нет. Если я посмотрю, значит, с ракурса, что Трампа жалко, тогда, значит, ну, слава Богу, спасибо Всевышнему, сижу себе в своем подвальчике, значит, ни в выборах не участвую, ни с кем врагов нету, слава Богу. Понятно? То есть, все зависит от ракурса. Если человек выбирает ракурс, что кому-то хорошо, а мне плохо, то тем самым он себя провоцирует на болезнь, как чахотка. Завистник, пишет автор этой книги тысячи лет назад, грабит самого себя, так как он постоянно горюет, а разум его уменьшается из-за великой зависти. Представляете? Да, это как раз очень четкое определение завистника, то есть, он ворует у себя, он своим восприятием мира и своим вниманием к другим людям, он у себя ворует. То есть, он ворует у себя хорошее настроение, хорошее состояние, он ворует у себя друзей, он ворует у себя возможности. Потому что получается так, что у меня сейчас есть в группе, которая занимается в Академии счастья, есть одна девушка, которая, она, значит, очень вот прямо все-все-все делает. И она благодарит нам все. И она очень прямо реально сияет. Просто она сейчас сияет. Вот прямо от нее идет такое спокойствие и сияние. У нее сразу там возможности много пооткрывалось в жизни, в работе, в здоровье, везде. То есть, почему? Она изменила свой ракурс с того, что мне не хватает. А если ты смотришь, что тебе сегодня не хватает, значит, ты на будущее можешь предположить, что тебе вообще всего не хватит. Да? И получается, человек тогда себя загоняет в тревогу, в страх. Ему плохо. Если ему плохо, он прямо, от него вайб идет, ему плохо. А если от него идет энергия, ему плохо, то люди от него убегают. Теперь Всевышний, Всевышний же ему все дает, он ему говорит, смотри, путь, по которому человек хочет идти, его ведут. Ты ждешь подставы, значит, ты ее получишь. Это вы можете проверить. Вот смотрите. Выберите любого человека из своего окружения. Начните про него думать плохо. Начните его опасаться. Начните так на него смотреть с подозрением. Я вам говорю, что вы от него получите, буквально через какое-то время, получите какие-то неприятности. Потому что этот человек скажет, ты какой-то маньяк вообще. Что вообще? Почему ты ко мне так с подозрением и плохо относишься? И начнет к вам плохо относиться, потому что у него будет повод к вам плохо относиться. Раз вы плохо про него думаете, у него будет повод плохо к вам относиться. Теперь Всевышний, он творец мироздания. Он дал каждому из нас жизнь. Он дает жизнь всему мирозданию. Люди, которые пессимисты, вы подумайте, в мире, ну, конечно, вам это не поможет. В этом году население мира уже увеличилось на 32 миллиона человек с начала года. То есть, если мы смотрим, вот там неприятности, здесь неприятности, тут, там какие-то войны, эпидемии, то, что нас пугают СМИ. Ну, население выросло на 32 миллиона человек уже с начала года в мире. То есть, все же растет, все развивается. Знаете, сколько люди, сколько люди из суши, сколько, значит, сейчас я вам точно скажу цифру, чтобы, значит, какой, какой процент суши населяют, населяют люди? Вот я спросил у GPT-чата, какой процент суши, я помню, что 5 процентов, менее 5 процентов. То есть, места в мире много. Сколько, сейчас вот он ответит, давайте, он думает, это GPT-чат, сейчас он ответит. Какой процент суши, значит, он скажет. Значит, около 70 процентов населения Земли проживает на 7 процентах поверхности суши. Это означает, что большинство людей живут в небольшой части земной суши, в основном в более удобных для жизни районах и так далее. Понятно, да? Северное полушарие имеет примерно 10 процентов населения, в то время как южное полушарие 5. Значит, в общем, есть место еще, не переживайте. Не переживайте, все хорошо в мире, все хорошо. Все, значит, давайте подведем итог. Мы с завистью не закончили, мы сегодня начали, я думаю, еще два урока будет по качеству зависть. То есть, нам еще осталось здесь 4 страницы. А потом будет у нас следующее, будет врата расторопности, зарезут. Это расторопность, как быть расторопным, быстрым. Да, это хорошее качество, мы, значит, с ним разберемся после зависти. Пока, мисс, давайте остановимся. Какой практический вывод можно сделать из этого урока? Что не смотри на других. То, что есть у других, это как стакан. Смотришь, если смотришь, что у других полуполный стакан, а у тебя полупустой, тебе, значит, плохо, ты завидуешь, ты у себя украл. Смотришь на других, если думаешь, что у них полупустой, то тогда тебе как бы лучше. Но по факту, любой взгляд на других, он у тебя забирает время от того, чтобы заниматься собой. Поэтому лучше занимайся собой. Как говорил Стивен Кове, занимайся зоной своего влияния. Занимайся собой, своим здоровьем, своим образованием, своим развитием. Становись. Единственное, с кем можно соревноваться, это с собой вчерашним. Сегодня знать чуть больше, сделать чуть больше, стать добрее, исправить какие-то свои качества. И земли еще много, да, Давид говорит, все, земли много. В Ницце даже тоже можно найти, вот выехал из Ниццы. Зачем жить в Ницце? Рядом есть деревни хорошие, там тоже. А потом эти деревни, они могут очень подорожать, там земля. Значит, Давид, он живет в Ницце, молодец, да. Вот если вдуматься, можно же ему позавидовать? Можно. А я ему не завидую, в Ницце все дорого. Значит, ну, то есть, что вообще в Ницце? Опять же, Давиду, ему надо думать, что в Ницце хорошо, потому что иначе зачем жить в Ницце, если думать, что там все плохо. Но всем остальным, кто не живет в Ницце, думать, что в Ницце хорошо, вообще бессмысленно. Вот просто это самая бессмысленная вещь, думать, что хорошо там, где нас нет. Хорошо там, где мы есть. А там, где нас нет, там реально плохо. Это вот так надо думать. И если потом ты решаешь куда-то переехать, то тогда по мере своего продвижения ты думаешь, что вот, а тут уже лучше, куда я дальше поехал. А вот где я сейчас, вообще классно. А в пути, вообще хорошо. Ницца прекрасна, Мариус из Милана, когда ты можешь в ней жить. А когда ты в ней жить не можешь, думать, что Ницца прекрасна, нет никакого смысла. В Ницце, я вам скажу, вы знаете, что самую богатую женщину, по-моему, или в Ницце, или в Канах, ее убил, значит, убил, заказал ее убийство. Это я писал в книжке, то ли Каэлит я этот случай привел, то ли в Мишли я привел этот случай, как пример того, что бывает, что богатство человеку идет во зло. Была самая богатая женщина в Ницце, прекрасная женщина. У нее была дочка, у дочки был муж, не очень хороший. Дочка ее была больна онкологией. И этот муж понимал, что если сейчас дочка умрет раньше, чем мама, то тогда мама ему не оставит ничего, никаких денег. И он, значит, что сделал? Он нанял людей, чтобы убили маму, чтобы мама умерла раньше, чем дочка, чтобы его дочка, его жена получила наследство. И он потом, значит, получил деньги. Но вместо денег он получил пожизненное в тюрьме. Вот то, что он получил, убив маму. Но жалко-то было женщину. Прекрасная там женщина, жила себе, жила. Тут какой-то вот этот человек из-за ее денег. И это была или в Ницце, или в Канах. Вот я не помню, самая богатая женщина или в Ницце, или в Канах. Ее папа приехал, когда это была еще деревня никому не нужная. Скупил там земли, он был строителем в этой деревне. А потом, когда вошло в моду жить в Ницце, или в Канах, вот не помню, или Ницце, или Канах, то, может, даже Монте-Карло, не помню. Вот где-то там, Лазурный берег. Оно все подорожало, и она стала миллиардером, его наследница. Такое в жизни тоже бывает. Все, друзья, но не надо никому завидовать. Вообще никому. Это самая бессмысленная вещь, завидовать кому-то. А нужно ценить и благодарить Всевышнего за то, что Он дал каждому из нас. Кто богатый, говорит нам Тора, миашир асамэ бехалко, тот, кто рад своему уделу. И тот, кто умеет радоваться своему тому, что у него есть, он по-настоящему богатый. А тот, кто не умеет радоваться, он бедный, ему всегда будет не хватать. Кому не хватать будет Ницце, кому не хватать Монте-Карло, а кому не хватать еще чего-то. Ну, то есть, жить в нехватке или жить в избытке, это выбор. Все, всем удачи, успехов. Шаббат, шалом, чтобы было благословение, мир, шалом в душе, шалом в семье, шалом в мире. И чтобы страху перед Богом мы завидовали все дни, чтобы мы завидовали праведникам, которые всегда веселые, счастливые, и все у них хорошо. Все, до воскресенья. Воскресенье, встречаемся в 10 утра с Божьей помощью, воскресенье. И для партнеров и спонсоров в 11 утра отдельный урок, как приумножить богатство, чтобы показать всему миру, что те, кто служат Всевышнему, у них есть благополучие и благословение во всех делах, даже в богатстве. Субтитры создавал DimaTorzok